Здравствуйте! В центре внимания! В эфире в студии Евгения Монакова. Каникулы, оказывается, детям можно проводить очень по-разному. Кто-то, безусловно, это время использует для отдыха, для игр, для веселья, а кому-то хочется получать знания, именно для тех, кто задумывался хотя бы раз в своей жизни о получении знаний, более масштабным, наверное, нежели может предложить школьная программа, мы сегодня в студию пригласили художественного руководителя языкового лагеря «Лингва-лидер» Геннадия Трифонова, а также руководителя смены Лига нации этого лагеря и автора программы Юлию Латыпову. Здравствуйте, Юлия! Здравствуйте, Геннадий! Давайте расскажем для начала. Во-первых, вы приехали из Хабаровска. Начнем с этого. То есть вот удивительный вообще получился такой опыт, когда в наш лагерь приглашают кого-то из другого региона. Вы, кстати, вот как-то по многим регионам гастролируете или же нет? Только Благовещенску доставился такой чести. Ну, я не знаю, как у тебя, но у меня вот это, да, Благовещенск, это единственный город, куда вот так вот пришлось вырваться именно вот в плане проведения таких лагерей, таких программ. Вообще наш языковой лагерь, он уникален? И вообще, что вы такое привозите? Что за программы необыкновенные, которые в Благовещенске специалисты просто не имеют? Ну, тут в данном случае нам удалось соединить и языковой компонент, и тренинговый компонент, и образовательный. То есть это смена историческая у нас получается. Ну, то есть я понимаю, есть опыт в принципе в Хабаровске каких-то подобных лагерей, да, а в Благовещенске вот у нас такой один уникальный, правильно? Ну, в Хабаровске по-разному, да. Именно такого опыта даже в Хабаровске, наверное, нет, потому что именно в Благовещенске у нас получилось как-то синтезировать вместе два разных направления, по большому счету. Это языковое и лидерское, и плюс добавить сюда образовательно-исторический компонент. В Хабаровске таких лагерей нет. Есть отдельные языковые, есть отдельно лидерские какие-то профильные лагеря детского отдыха. Ну вот смотрите, тут и знание истории должно быть, и знание языка. Я вот сейчас говорю в первую очередь про преподавательский именно состав, потому что на самом деле нужно обладать очень многим. Вы без проблем набрали как-то, вот есть у нас коллектив единомышленников, то есть легко ли бы найти таких людей, которые обладают действительно разными знаниями? Вот вы сейчас смотрите, их приехали, и какая оценка? Ну, нам, наверное, повезло, потому что мы проект запустили еще год назад, да, разных смен, и у нас уже образовался очень сильный коллектив. По сути, нам достаточно добрать там одного-двух человек новых, да, на каждую смену, чтобы у нас, ну, какие-то были новые вливания, да, с идеями, с там... А так у нас костяк очень сильный. Это люди очень творческие, веселые дети, обожают. Я так понимаю, с прекрасным знанием английского, да? Ну, и само собой разумеется, что перед каждой сменой уже сформирован этот коллектив, он в любом случае проходит переподготовку своеобразную, загрузку на смену, да, чтобы каждая смена была уникальной, как в первую очередь для самих, да, вожатых, педагогов, которые работают. А так и дети смогли почувствовать, что это совсем другая смена, что они приехали вроде бы в тот же лагерь, но совсем в другую обстановку. Вот Лига наций, это что за особенная смена? Она не фантазийная, она основана на совершенно реальных исторических событиях. И тут дети могут примерить на себя костюмчик любого персонажа исторического начала 20 века и почувствовать, каким он был человеком, каким он был лидером, и почему общество того времени совершило качественный скачок в рамках прогресса, науки, медицины. Вот, понять, что такое быть лидером, что такое быть автором собственной жизни. То есть вот то, что говорят, да, влезть в чужую шкуру. Вот фактически то же самое и происходит, да, познание лидерства через какой-то образ конкретный. Даже не совсем так. Влезая вот в эту чужую шкуру, примеряя на себя этот образ, у ребенка появляется возможность проявить свои собственные качества, и это для него является стимулом. И здесь на смене дети становятся настоящими лидерами. Они на самом деле меняют обстоятельства вокруг себя, они подстраиваются под них. Не могу не спросить про изучение языка. Мы все привыкли к каким-то школьным канонам, да, четким, понятным. Сидят за партой, учебник вот тебе, учитель, доска. А тут у вас занятие происходит, ну, совершенно неформатно. Вот насколько эффективнее вот так изучать язык? Ну, скажем так, у нас нет столов, которые загораживают, да, учителя от учеников. У нас, собственно, такого понятия, как учитель, нет. У нас есть педагог, который вот с детьми старается выстроить партнерские взаимоотношения, да. То есть дети сидят в кругу. У нас очень удобные там есть и подушечки, и матрасы. То есть они могут и прилечь, если особенно это маленькие детки, как-то, ну, поменять положение тела, чтобы это было комфортно. Им это не мешает учиться? Вот мне интересно. Им это помогает. Для сторонников вот это вот сидение с прямой спиной за партой. Нет, на самом деле, особенность языкового лагеря в том, что ты хочешь или не хочешь, но попав в эту языковую среду, где все говорят по-английски, тебе придется это делать. Ну, дети же бывают абсолютно разные. Ну, у одних совсем знание английского там hello, bye-bye и все, да. А у других как бы уже есть уровень. Вот как они вот в эту языковую среду действительно все погружаются? Они адаптируются, они подстраиваются. Ведь, например, у нас есть четкие правила для того, чтобы что-то попросить у своего вожатого или у педагога, ты должен обратиться к нему по его имени и используя английскую речь. То есть использовать мистер или миссис. Нет, на самом деле уровень английского подтягивается, и ребенок очень быстро адаптируется, когда понимает, что он в этой среде, ему никуда не деться, ему придется говорить по-английски. Юля, ну это же всего одна неделя. Вот что за одну неделю действительно может успеть ребенок? Ребенок может успеть забыть о своих страхах, о страхе ошибки. Он может выучить совершенно новый словарный запас, который вот в школе об этом, о практической части, разговорной части английского языка часто запоминают в угоду грамматики. Ну понятно, что это важно, да, но... То есть разграмматику дети при этом не могут, да, вроде изучая язык. А у нас грамматика вшита в разговорную часть, то есть она на подсознательном уровне детьми запоминается правильно. Вот, и таким образом они просто играя, общаясь друг с другом, они воспроизводят настоящую ситуацию общения, собственно. Иногда даже сами этого не понимают. Да, не понимают, что они на самом деле вот уже заговорили. То есть вот смотрите, ребенок шести лет приезжает в лагерь, либо ребенок семнадцати, да, вот у них на выходе по окончании смены приблизительно одинаковый уровень английского разговорного, ну или же все-таки немного разнится? Ну, конечно, разные уровни, потому что за счет опыта, да, взрослые ребята будут говорить в любом случае, там, лучше. Но у нас есть уникумы такие маленькие, что, ну, вы не поверите, они переболтали самих взрослых, да. Они ведут, у нас есть вот сейчас в этой смене такие ребята яркие, лидеры, которые сами у нас становятся соведущими во время вечерних мероприятий и сами проводят друг с другом игры. То есть у нас это заложено тоже в программу тренинговую. Вообще вот развитие лидерских качеств у детей это все-таки такой уникальный опыт, и я так понимаю, что он не только для Благовещенского уникальный, может, где-то это как-то и проходит, но вот в какой степени, опять же. Вот вы какое направление, как вы, какими методами добиваетесь вот этого развития детей? Ну, в первую очередь, да, лидер это не тот человек, который ведет за собой, а тот человек, за которым хотят идти. Поэтому мы рассказываем детям о том, как стать таким человеком, который будет приятен, симпатичен людям, и который сможет грамотно объяснить, что же он хочет от этих людей. И на самом деле очень приятно видеть реакцию ребят, когда они дают обратную связь и говорят, а на самом деле думал, что лидер другой, это тот, кто командует, тот, кто управляет, тот, кто директивно что-то, да, говорит. Это у нас со школой. Вообще, кстати, детям в школе зачастую, особенно в подростковом возрасте, бывает не очень интересно посещать занятия. Вот здесь им всем ли интересно, все ли они включаются, даже несмотря на сложный подростковый период? Ну, в языковые они включаются с удовольствием, так же, как, собственно, и в тренинговые. Вот мы, я и те, и другие провожу на смене, да, и я вижу, что ребятам это, ну, действительно им нравится, это им интересно. То есть глаза горят, самое главное. Что интересно, они это просто не воспринимают, это как занятие. Как занятие, да, непокорно. Для них это общение, для них это досуг, для них это, может быть, даже большей частью и игра, и в этом особенность. Они не думают, что они сейчас учатся. Вспомню, у нас в резолюции малыши предложили внести, ну, там, каждый, дети, это делегаты или геннадцы, и они вносили свои предложения для резолюции по правилам, да, по которым мы будем жить в течение нашей смены. И вот они просили удлинить занятие языковое. Да, да. Им не хватает, да? Ой, спасибо вам огромное, действительно, за подаренное удовольствие от общения. Надеюсь, что, действительно, будете приезжать еще не единожды, и вот эти вот горящие глаза детей в итоге мы будем видеть. Спасибо вам большое. Спасибо большое. Я напоминаю, что сегодня с гостями был Геннадий Трифонов, художественный руководитель языкового лагеря «Лингва лидера», а также Юлия Латыпова, руководитель смены «Лига наций» и автор программ. Вы смотрели «В центре». Внимание, до скорой встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова